Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и продолжаем играть в Total Recurite Battle Simulator, или по-другому, как мы его называем, симулятор эпичной битвы. И здесь у нас уже, ребят, новая миссия, это у нас, как вы знаете, мы еще с прошлой серии проходим миссии, ребят, у нас осталось ровно 10 миссий из 20, и здесь у нас викинги, викинги начались, давайте с ними справимся с помощью бочки, давайте бочечку попробуем, и здесь поставим мушкетов. Мне даже интересно, как это будет выглядеть, то есть, к чему все это приведет? Вот, бочка едет, 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 взрывается, фиг знает, фиг знает, ребят, по-моему, мы должны выиграть, нет, нет, не хватит, не хватит, если бы они стреляли побыстрее, было бы шанс, так нету, видите, времени, времени не хватает для того, чтобы они успевают прийти, но, в принципе, у меня есть очень много денег, ребят, Я просто думал, может быть, и этого количества хватит, ну, раз не хватит, мы сделаем вот так вот Ну, вот так вот уже посерьезнее будет bank и просто жесть те кто бегут через огонь и не погибают но даже если они не бегут через огонь все равно пик погибает потому что мушкеты их убивают хотя фиг за смотрите они как-то странно себя ведут мушкеты очень долго перезаряжаются очень долго то есть я не знаю на что они времени столько тратит ну 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 же их двое всего осталось надо мы проиграли скорее всего но увидите еще и косой ой какой косой стреляй огонь ну же при он даже так не попал ладно я понимаю понял что мушкеты не самое лучше давайте мастера самурая попробуем мастера ниндзя господи мастера ниндзя все верно его поставим посередине чтобы сразу бочечка взорвалась давайте даже так попробуем то есть одного только мастера ниндзя поставим вот смотрите и бочка просто как раз таки там взорвалась куда и бегут все наши противники они бегут но на мастера ниндзя что происходит проблема в том что у него и щит у них и щит у этих викингов и как бы не все вот эти попадания они засчитываются можно сказать но шансы велики поэтому поэтому мастер ниндзя и побеждает здесь у нас бетоноголовые а именно с рогами вот такие вот чуваки видите и топорщики топорщики тоже довольно таки сильный персонаж ну давайте в принципе то ту же самую мне даже кажется мы даже так победим тоже то ту же самую систему ту же самую стратегию и мастера ниндзя вот здесь вот ставим и все и они бегут все в одном направлении две бочки один мастер ниндзя главное чтобы они не взорвались бы офигеть но они довольно-таки силе смотрите не умирают они с одного удара а вот эти вот чуваки интересно кто выиграет мастер мастер ниндзя или все-таки топорщики они не успевают добежать топорщики не успевает они очень медленно бегут то есть задний ход у моего мастера ниндзя это быстрее чем у них обычный это очень странно но в любом случае они кстати какие-то огромные посмотрите то есть они почти в два раза больше моего мастера ниндзя он с ними все равно справляется вообще без проблем топорщики видите ни о чем на самом деле это то же самое что самураи только самураи они поживее будут они вообще просто как человек-паук просто уворачивается от всего отличная тактика ребят отлично здесь уже посложнее будет видите что у нас тут за проблема давайте попробуем поставить мне чисто для эксперимента чисто всех мушкетеров то есть отлично чем это кончится вот к чему я хочу они вообще не попадают ребята они вообще не попадают тогда смысл вообще этих говнюков и смогут ли они победить катапульту вообще хотя смотрите к серьезно если мы выиграем то это будет просто жесть я такого не ожидал честно смогут ли они убить катапульту мы сейчас увидим в 1 попал окей это хорошо что он не в троих сразу попал сейчас он двоих задение да к сожалению серьезно просто я даже просто эксперимент решил провести ребят просто эксперимент итоге я победил 6 давайте мастеров нельзя здесь уже понятно принципе 1 2 2 мастера ниндзя и какая-нибудь не знаю пушка за 500 главное чтобы пушка не стреляла по моим что ты делаешь пушка она стреляет в снег блин копьеносцы эти они стреляют блин меня своими копьями пуляются но он держится он уже два копья поймал посмотрите одну даже почти в грудину в грудину прилетел одну копье ну все он не справился он сдался сдался если можно назвать это подал подаванием не знаю потому что по сути он просто умер так окей здесь у нас баллисты как можно воевать баллистами принципе можно ребят просто использует ту же самую тактику давайте попробуем баллисты сейчас они не имеют так где это баллисты они не имеют из такого уровня силы как в прошлых частях то есть они теперь не по сплэшу дамажит а именно дамажит в определенной области ну то есть куда стрела попадет туда и найдай может как я знаю смотрим сейчас одна баллисты должна быть уничтожена сразу а нет папа области все-таки дамажит ребят но не такая уже обширная на ведь всего лишь два ближних юнита были уничтожены не могут они справиться с этими говнюками варварами один варвар осталось ну же ребят только своих не убивайте я вас прошу он несет несет блин он уже хотел взять в плен мой этот труп так ну принципе у нас есть шансы ребят они могут баллисты попасть не могут к счастью для меня раз осталось одна баллисты и очень мало мушкетеров афигеть он одной стрелой всех моих избил но мы все равно выиграли потому что повезло повезло ребят так здесь у нас уже идут самураи да я не знаю вот смысл здесь что-то брать что-то думать когда можно взять вот этого парня и он даже двоих этих парней и они все они все выиграют они весь исход битвы уже заранее предрешают просто но никто не может подойти никто не сможет подойти к ним смотрите на это смотрите сейчас просто все поле засеяда вот этими сюрикенами просто жесть ну посмотрите на это ну действительно просто жесть да ладно вот здесь уже серьезно здесь уже опасность опасность нужен молодец выйти даже не успевает подойти но там уже смотрите как опасно вот еще опаснее стало но ему уже на помощь 2 подходит все это победка просто два человека убили в целую армию ребят два человека здесь что у нас здесь у нас уже тейквондо идут и и все и все вы серьезно это вся ваша японская армия вот вперед тогда два мастера я мастера ниндзя короче будет предводителями вот этих вот обычных ниндзя все начинаем я я уже уверен то что мы победили смотрите мастера ниндзя они намного быстрее но они сразу не идут в бой они ведь еще отходят назад а обычные ниндзя они прям идут в бой прям не знаю зачем чего не добиваются этим но они сами уже идут проблема лишь в том что если их поставить много мастеров ниндзя либо просто ниндзя они будут друг друга убивать а у них тоже есть ниндзя но у них не о чем у них ни о чем у нас есть мастера у них всего лишь обычные говнюки блин я уже думал мы проиграем на самом деле но я не тоже программе думал вот это один мастеру все-таки погибнет но не погиб не погиб смотрим что у них у них сейчас кто это такие это а это чисто самураи давайте попробуем этих самураев как я и говорил уже до этого убить и какими-нибудь дальними атаками давайте просто лучников поставим огромное количество огромное количество лучников на некрасиво получилось огромное количество лучников здесь огромное количество лучников здесь мы на дереве его поставить давайте оставим если можно будет так делать то это вообще круто и здесь и щитовиков почему бы и нет то есть щитовики у нас будет хотя Зачем? Щитовики будут получать урон От этих говнюков сразу же Я не вижу смысла Давайте так попробуем У меня сейчас больше денег нету Он упал все таки с дерева Тоже вариантов нет никаких Я думаю мы победим Главное чтобы лучники были не косыми Будут попадать Будут выигрывать Они даже не успевают дойти Хотя этот успел говнюк То есть лучники Вообще дальний бой против как раз таки ниндзя Это самое лучшее что может быть У нас не максимум денег использовал У нас еще 500 голды ребят И все равно мы победили Я мог еще столько же лучников призвать Почти такое же количество Ну и все Отлично Отлично просто ну на изичах ребят справляемся Кто у нас тут Тут у нас уже серьезная артиллерия Это самураи Мастера самураи Здесь я у ребят без понятия Справится ли Мастера ниндзя против мастеров самураев Давайте поставим Мне кажется не справится Потому что слишком много жизней У мастеров самураев ребят Очень много жизней Если самураи ели и умирают А мастера самураев вообще не будут умирать Офигеть Офигеть О нифига Не умираю все таки Жесть А нет это обычный самурай же умер Да ведь Да 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 это обычный самураев Все мастер самурая один погиб Ой Смотрим здесь еще целых три На переднем фланге просто Двое осталось Жесть если они победят То это вообще самая имбовая армия ребят То есть ближний бой никогда не победит Никогда не победит У мастеров ниндзя Все Все Изи Изи бризи Просто Мастера ниндзя Вы лучшие Вот смотрите Он даже без меча бежит Он забил вообще на все Забил на то что Его убьют Короче жесть Так здесь уже намного сложнее Чикен Мэн Мэн Это очень сложный персонаж Давайте покажу вам Сколько он стоит Он стоит Четыре тысячи Четыре тысячи голды Только Чикен Мэн Мэн И нужно его То есть если он Его задача в общем Призвать как можно больше Чикен Мэнов Вот этих вот чуваков За тысячу За тысячу голды А Чикен Мэн их в то время Призывают Куриц То есть это будет очень тяжело Если вы смотрели предыдущие мои ролики Я думаю вы знаете кто такой Чикен Мэн Мэн И давайте попробуем его убить С помощью пушек Сразу же С помощью пушек Потому что я вообще вариантов других не вижу Как можно затащить против этого говнюка Хотя давайте попробуем Знаете что Вот так вот сделать Сюда поставить бочечку Блин я надеюсь Бочечка плохо да идет Вот где-то вот сюда надо Ставить бочечку Давайте так Не-не-не Так нельзя ставить И все У нас еще 200 голды В принципе можно еще с этой стороны поставить Да не-не-не-не Ниндзя-ниндзя-ниндзя Давайте поставим каких-нибудь мастеров Не мастеров А просто ниндзя Вот с этой стороны Чтобы они еще пришли То есть пока вот эта бочка идет Они будут еще идти очень долго Главное чтобы бочка сейчас не Попала под обстрел Ну фигово То есть очень медленно идет Вот этот вот говнюк Но самое интересное Что курицы ребят горят Курицы горят То есть они проходят через огонь И горят Эй Ну все остался лишь один Чикенменмен Но я сразу Проспойлерю Скорее всего Он выживет То есть Вот эти курицы Они не являются Юнитами Они просто появляются Как Персонажики Которые Не воспринимаются Моими войсками Как юниты То есть они их не атакуют Они атакуют только Чикенменмена Они чикенмена не атакуют Самих чикенов тоже не атакуют Атакуют только Чикенменмена Только вот этого Огромного чувака Его Как тогда победить Окей Я без понятия ребят Вообще без понятия Давайте попробуем тогда Мушкеты поставить Давайте мушкеты поставим С этой стороны Так Мушкеты поставим С этой стороны так давайте попробуем поставить мушкетов ребят как можно больше и принципе нормально я не знаю затащит ли они или нет почему-то не подсказывает что нет но в любом случае я попробую попробую их поставить огромное количество мушкетов блин видите проблема в том что тех куда больше их ставить некуда давайте уберем этого говнюка одного поставим сюда вот это здесь принципе тоже можно пару чуваков убрать поставить еще одну да что ж вы так плотно стоите окей и у нас еще будет 200 голды давать в принципе добьем все 200 голды эти засранцы пускай тоже все то есть нормально нормально главное чтобы сейчас горели ку курочки курочки будет гореть это будет хорошо я думаю что они победят ребят я думаю что сейчас вот эта армия должна победить но слишком уж много урона будет вноситься вот этому засранцу огромному засранцу который видите как-то он ведь он их рожает вот из этого вот салат седалища своего рожает просто рожает этих чикинменов проблема в том что курочки убьют моих чикинменов за считанные секунды но не умирает но не умирает посмотрите ну что ты за говнюк то такой умри пожалуйста бессмертный просто просто бессмертный ну же сдохни дружище сдохни по нему попадают несколько чуваков но это уже смысла нет ребят слишком много заспаунилась этих засранцев ладно давайте вот эту линию просто нафиг уберем сейчас попробую опять той же самой ребят тактикой с батареей только они уже будут стоять вот здесь вот в принципе все и мушки это пускай пару штук стоит все смотрим как это будет выглядеть вот конечно вот эта бочка она очень слабую роль куда играет ну что по чикинмену то будем стрелять а уже одна пушка уничтожен но все это их слишком много уже их слишком много ребят я думаю что это проигрыш опять конечно надеется еще есть смысл что произойдет чудо и мы все-таки победим их осталось всего три пушки но я думаю что эти три пушки ничего ему уже не сделают у него очень много жизни в чем проблема очень много то есть мне еще нужно где-то выстрела три наверно точно сделать чё с ними стало почему они опустили свои орудия вниз не суицидники какие-то ну что вы так делаете но не умирает но не умирает просто говнюк ладно мушкеты ставим я вообще других вариантов не вижу то есть хватча все это остальное как бы можно принципе пробовать а давайте попробуем почему бы нет действительно да не их убьют курицы их убьют курицы вот чем проблема мастеров этих мастеров убивает курицы просто но я все равно попробую почему бы не попробовать попытка не пытка как говорится проблема лишь том что сейчас взорвется бочка фух нормально нормально бочкой вообще нет смысла ребят от этой бочки то есть это бочка сейчас куриц вообще не будет убивать так мои сам мастера ниндзя убивает своих больше чем чужих видите просто курицы летят на них просто курицы летят на них они их не убивают то есть они игнорируют но принципе не так много уж носят посмотрите когда раз мы эти чуваки все еще живы значит они не так много сносит как как мне казалось да нормально нормально они еще успевают убивать тех кто спаунится рядом то есть под этим говнюком давай дружище я верю в тебя ты сможешь давай 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 ну же стреляй стреляй как ты умеешь блин ну блин ну посмотрите у весь просто облеплен этими фигнями окей этого чувака нам точно не нужно давайте поставим этих же мастеров ниндзя так и главное чтобы они еще друг друга не убивали окей хорошо что же мы можем еще поставить я вообще без понятия ребят для того чтобы убивать куриц как-то вообще без понятия что же что же что же что же давайте пушку поставим ладно курицы чисто сплэшем будем как-то убивать их нифига себе он куда стрельнул куда стрельнула эта пушка куда она стреляет что с не так ладно нормально нормально ну блин не пушка какая-то странная страна себя ведет фиг знает ребят справятся ли мастера я верю в них я верю в их силу в их мощь ну же есть посмотрите ну просто летят тысячи тысячи снарядов этого чувака мне даже его жалко и даже попадает вот что самое интересное попадает по чикенменом которые спаунятся и чикенмены сразу же умирают видите это а огромнейший плюс я думаю победим ребят сейчас я думаю победим да аплодисменты можно ребят ждать эту игру еще какое-то время потому что я так понимаю она выйдет она выйдет в скором времени в полной версии уже в стиме и мы с вами уже увидим что она будет из себя представлять полной версии потому что эта часть это версия игры она вообще ни капли не лагает она ни капли не нагружает мой по крайней мере процессор и поэтому я очень рад то что они работают над оптимизацией над всем вот этим что происходит в этой игре потому что графика по сути только улучшается каком плане улучшается то есть вот эти человечки они были как человечки такими они такими остались но задний план как вы видите очень красивый то есть япония вот здесь красивые деревья стоят хоть и мало как называется имеет мало полигонов мало полигональные но в любом случае очень даже красиво все выглядит выглядит действительно как в японском стиле плюс к этому еще ребят у нас музыка из музыкальное сопровождение озвучка вот это все она тоже как бы очень классно мне нравится вообще игра я надеюсь то что вам тоже если вы хотите чтобы я для вас еще какие-то варианты попробовал в песочнице посоздавайте какие-то противостояния между одним типом войск против других типов войск то пишите ребят в комментарии я ребят все эти комментарии читаю даже если вы пишете что-нибудь плохое тоже читаю потому что ну не я сразу скажу пишите плохое вы будете забанены ребят пишите хорошее вы будете не знаю я может скажу спасибо потому что зачастую я на комментарии отвечаю если мне какой-то интересный вопрос поступает то я на них отвечаю так что давайте дерзайте пишите варианты как и какие противостояния можно устроить и пишите что вы хотите вообще увидеть дальнейшем на моем канале мне тоже будет интересно послушать вас почитать это все с вами был лекс подписываемся на канал ставим лайки пишем комментариях не забываем подписывай паблик контакт ссылка есть в описании и шапка канала всем добра